Почему так сложно вылечить рак? Рак это общее название болезней, которым объединяют злокачественные опухоли различных органов и систем, выделяют три основных фактора, способствующих образованию злокачественной опухоли. Физические, радиация и ультрафиолет, химические, канцерогенные вещества, биологические, некоторые опасные вирусы. Общепринятой считается мутационная теория рака, суть которой заключается в точечных генетических сбоях у незрелых клеток тела. Дело в том, что организм человека состоит из огромного количества клеток, примерно их 10-14 степени, которые образуются из более 220 типов специализированных клеток. Стволовые клетки организма зарождаются, делятся, созревают и выбирают свою специализацию, становясь частью эпителиальной, соединительной, мышечной или нервной ткани. Так клетки согласованно функционируют, подчиняясь общей генетической программе организма. Срок жизни клеток тоже запрограммирован, например, тромбоцит живет 4 дня, а эритроцит – 125 дней. Благодаря смерти старых клеток и рождению новых, организм человека постоянно обновляется. Однако в нашем теле ежесекундно происходят патологические мутации клеток. Большую часть мутировавших клеток здоровый организм уничтожает самостоятельно, запуская процессы саморегуляции. Но в отдельных случаях происходит сбой регуляции. Измененные клетки не погибают, а продолжают размножаться и функционировать, но уже без выбора своей специализации и по программе, не связанной с программой организма. В том числе такие клетки-мутанты не запрограммированы на естественную гибель. Это раковые клетки, которые в процессе деления увеличиваются в количестве и становятся опухолями. Почему же рак так сложно поддается лечению? Первая причина – несвоевременная диагностика. Симптомы болезни проявляются не сразу, ведь неуправляемые раковые клетки все же родны для нашего тела, поэтому иммунная система может не признавать их чужими и не реагировать на них. К тому же сложно диагностировать болезнь, когда опухоль представляет собой только пленку толщиной менее миллиметра в пределах верхнего слоя кожи или слизистой оболочки. Когда же опухоль прорастает вглубь ткани на несколько миллиметров, в крови уже появляются циркулирующие опухолевые клетки, которые могут создавать новые колонии – метастазы. К сожалению, радиационная и лекарственная противораковая терапия не только убивает раковые клетки, но и повреждает нормальные клетки окружающих тканей и органов. Это приводит к серьезным побочным последствиям и затрудняет лечение рака. Еще одна сложная задача – определить, сколько раковых клеток осталось в организме после лечения, ведь они могут проникать в лимфатические узлы, кровоток, печень, легкие кости, мозг и вызывать рецидив. Кроме того, рак способен мутировать. Это хитрый, постоянно меняющийся враг, а значит лекарства, эффективные для лечения одного подтипа рака, иногда абсолютно бесполезны для другого. Поэтому пожелайте ученым успехов в поиске универсального лекарства от рака и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok